Борис Дубровский будет следить за ценами на лекарства. В некоторых регионах зафиксирован рост стоимости жизненно необходимых препаратов вдвое. В связи с этим Владимир Путин поручил главам всех регионов взять под особый контроль лекарственное обеспечение. О ситуации в Челябинской области расскажет Егор Хвисюк. Лекарства от отравлений, препараты для снижения жара и снимающей боль. В списке жизненно важных лечебных препаратов 646 наименований. Производят их разные компании и фирмы. Поэтому по факту это 25 тысяч таблеток, микстуры, порошков. Один только список таких лекарств выглядит как два внушительных тома мелким шрифтом. Список жизненно важных и необходимых препаратов очень обширный. Был изначально очень большой том издан, и теперь они обновляются почти ежедневно, но еженедельно точно. И все новые цены как бы формируются, и мы их прикрепляем во второй томик. Сейчас в данный момент цены пошли на убыль. Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств действует в России с 1 марта. Стоимость всех препаратов контролирует государство. Производители не могут продавать их дороже установленной цены. Это касается как отечественных, так и зарубежных лекарств. Так постановил премьер-министр Дмитрий Медведев. И сегодня цены на лекарства в Челябинской области обсуждают на рабочей встрече в правительстве региона. Министр здравоохранения Сергей Кремлев докладывает, проблем с поставками медикаментов в регионе нет. Все необходимое привозят вовремя. Есть запас на складе. Ценовые нормативы местные аптеки тоже не нарушают. За последние полгода стоимость лекарств даже ниже, чем требует закон. Если после этого, допустим, наш житель Челябинской области приходит в аптеку и видит, что там продается дороже, то это уже повод для серьезного разговора и серьезных административных штрафов. Но я вам хочу сказать, что мы, в общем-то, стараемся регулярно это держать под контролем ситуацию. Вот за последние, скажем, полгода у нас не было превышения подобных цен. За уровнем цен следят не только в Министерстве здравоохранения, но и общественные активисты. Поэтому любое резкое повышение тут же будет замечено. Следить власти будут прежде всего за тем самым списком жизненно важных препаратов. В нем значатся препараты абсолютно всех категорий. Те, что применяются под контролем врачей, например, кетамин и морфий, и лекарства знакомые каждому. Например, активированный уголь и аскорбиновая кислота. Они должны быть в каждой аптеке страны. В этой есть все необходимое, утверждает заведующая. И порог цен на лекарства и списка строго соответствуют нормам. У нас единая программа на всю нашу сеть. И блокируется. Мы не можем сделать выше. Если же кто-то из руководителей аптек завысит цены, ему будет грозить солидный штраф до 1 миллиона рублей. Контролировать стоимость лекарств будут губернаторы и мэры. Такое поручение на днях дал Минздрав России. Егор Хвисюк, Артем Большаков, ОТВ.